18 ноября одному из старейших вузов России исполняется 218 лет. За свою более чем двухвековую историю Казанский университет пережил немало потрясений. Менялись эпохи, а с ними и название вуза на фасаде белоснежного здания с колоннами. Сегодня сложно представить, что когда-то Казанский университет располагался лишь в одном здании. В 1804 году Александр I подписал утвердительную грамоту об основании Казанского императорского университета и его устав. Первоначально университет разместился в здании Казанской императорской гимназии. В 20-х годах XIX века архитектор Петр Пятницкий возвел главный корпус, классический фасад которого сохранился до наших дней. В то время университет, создавая вокруг себя культурное поле своей многогранной деятельностью, способствовал формированию просвещенной творческой личности, а также складыванию социальной структуры, которая отвечала потребностям развивающегося общества. Так случилось и с Казанью. Город, его облик стали меняться под деятельным воздействием университета. Николай Иванович Лобачевский, возглавлявший Казанский университет с 1827 по 1846 год, сформулировал целую программу деятельности и развития университета как центра науки, педагогической мысли и культуры. Наследие Лобачевского всерьез заложил основания тех традиций, которые неизменно развивались в Казанском университете и осознавались с меняющими друг другу поколениями людей именно в качестве продолжения его дела. Императорский период Казанского университета был закончен февральской революцией и гражданской войной, которые нанесли серьезный урон его деятельности. С лета 1918 года Казань покинула большая часть жителей, в том числе многие студенты и преподаватели университета. В тот же год императорский Казанский университет был преобразован в Казанский государственный университет, а после смерти Владимира Ильича Ленина постановлением Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик ВОЗ был назван в его честь КГУ имени Ульянова Ленина. С того момента прошло немало лет, сменилась эпоха, но одно осталось неизменным – мудрый подход к учебному процессу и воспитанию молодого поколения. В 2009 году распоряжением правительства Российской Федерации было создано Федеральное государственно-автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский федеральный университет. А 9 апреля 2010 года распоряжением правительства Российской Федерации Ильшат Гафоров был назначен ректором Казанского университета. С легкой руки бывшего ректора ВОЗ заиграл новыми яркими красками. В 2021 году программа развития университета вышла на новый уровень. КФУ стала участником программы государственной поддержки ВОЗа в «Приоритет-2030», в рамках которой ныне реализуют уникальные проекты, направленные на развитие ВОЗа. В 2022 году пост ректора возглавил Ленар Сафин. Весомым этапом в модернизации университета также стало сотрудничество публичного акционерного общества КАМАЗ и инжиниринговый центр КФУ. Передовая инженерная школа «Киберавтотех» стала новым подразделением инжинирингового центра Набережной Челнинского института КФУ. Учащиеся вовлекаются в решение реальных производственных задач, а также интегрируют их практические результаты в сегмент высокотехнологичного предпринимательства, например, в разработку прототипов и сборку исследовательских проектов в форме стартапов в соответствии с заказами предприятий. В октябре 2022 года Казанский федеральный университет в лице ректора Линара Сафина, Минпромторг Республики Татарстан и ПАО КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении разработок и исследовании в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации. Сегодня Казанский университет является одним из наиболее обширных и эффективных вузов страны. Его институты располагаются в Набережных Челнах и Лабуге, а не так давно большую семью добавился и Джезакский филиал университета в Узбекистане. Казанский университет входит в число лучших вузов страны и остается одним из наиболее эффективных и престижных в России. 18 ноября в КСК КФО Уник состоится торжественный концерт, где зрители смогут насладиться праздничной атмосферой и посмотреть своими глазами на самую яркую программу года. Карина Саяхова, Универньюз.